Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. С вами Элеонора, гид в Праге. Сегодня выходной день и у меня есть возможность съездить на барахолку в Прагу. Правда, погода стоит в Чехии такая очень дождливая, вот такой туман за окном. Но будем надеяться, что все-таки дождя не будет и я смогу прогуляться по барахолке. Может быть, что-то найду, у меня есть свой интерес. Я все-таки хочу отремонтировать свою брошку и найти кристалл для нее. Ну, а заодно для вас сниму видео. Так что поехали, не переключайтесь. Поехали. 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 Подсвечник симпатичный. Подсвечник симпатичный. Подсвечник симпатичный. Подсвечник симпатичный. Подсвечник симпатичный. Подсвечник симпатичный. Ну что? Цыглы такие солодцы, да? Не, так это направлено. Вот он. Не, не, не серебро. А, надо серебро вот все. Купсик. Девятьсот. Не вижу. Ага, черепашка. Купсик немецкий. Симпатичный. Даже целенький. Только грязненький. Вот шкатулочка. Такая. Симпатичная. Да. Дам, надо мальковеньшить. Давай. Девятьсвя. Повторяю. Тришка? Чда, ну. Шкатулочки. А, еще что такое? Ну, это почти триста. Данная шката. Нет. Ну, восемьсот. Вот за 300 крон, такой симпатичный буксик. Вот такой шестеренькой шли на машинку. Вот сколько фотографий. Не уронить бы ничего. Сейчас на себя такое платье надень и в машине не поедешь. Вот тут прям очень много старинных фотографий. Это не очень старинные. Здесь уже 11 рублей, 10 рублей. Здесь есть 10 рублей. Здесь 10 крон в одной фотографии. Там есть фотографии. Подождите, подождите. Вот такие бокальчики. Здесь есть интересные или нет. Уже все забрали интересные. Вот тут же штука такая. Странная. Ага. Какая коробочка. Собачка. Такие-то совсем старые вещи. Бесер. Я думаю, если найти тут что-то для ремонта. Ну, тут в основном бусины и бисер. Коктет. Да не скакого-то магазина все это вывезли. Коктет называется стеклярус. Такой цвет красивый. Красный, красный. Красный, красный. Такие клипсы. Старенькие, наверное. Годовые. А вот какая конфетница, салатница. Не знаю, как называется. Огромная и тяжелая-тяжелая. Так. А тут что? А тут турелки. Старенькая. Старенькая. Так, это у нас Чехословакия, Коупольд Морец с Декавой. Вот какая чашечка прелестная, написано Карловой Варой, я очень люблю вот эти кофейные маленькие чашки, Карлос Бар, очень красивая. Лиандер, но тоже, наверное, винтазная. Молочник Чехословакии. Вот такой прелест. Это не подходит друг другу. Это Перкин Хаут. Это, конечно, можно было бы взять, если она недорогая, но будет ценнее от нее. И вот какие-то тарелочки симпатичные. Это Англия. Бэтжмут. Это, наверное, тоже Англия. Красивая. Ленинград. У меня с кракелюром даже тарелочкой. И чайник-то какой, кофейник прекрасный. Интересно, что за фирма. Я, конечно, его брать не буду, он огромный. Я сейчас посмотрю просто. Какой красот. Хм. Розентоль. Не знаю, сколько стоит. Сейчас подожду, спросит и скажет у меня, сколько стоит. Вот такой колоритный китаец. Да, это что такое? Это Киркин Хаунар. Почему это? Если кто-то знает, для чего это напишите, пожалуйста. Вот такой стоит полторы тысячи крон. Красавчик. 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 Спортнаяuelle... Смотрите, какая маленькая фигурка. Как бы, какое-то такое можно было сделать. Тоже непонятно. И где-то то. hot party. Кто любит стекло, я, в общем-то, достаточно равнодушна. Нам не нравится, конечно, когда красиво сделано, но собирать такое я пока не готова. А вот склеенная таким же варварским способом, как чашку, которую я покупала, и похоже, это то же самое. Это 19 век, Дроздин. Вылетело из головы имя дамы, которая подделывала мою самскую мануфруктуру. Красивая какая работа. Керамическая чашечка, она симпатичная. Это какая-то новая Германия. Уже сильно потертая. Китай. В общем, тут можно рыться. Какие красивые розетки. Вот эти вот чехи выпускали, но мне вообще они не нравятся. Такие странные вот эти вот рисунки у них. Вот меня спрашивали, почему я в перчатках. Видите, разбитый стакан. Поэтому в перчатках. Ну, во-первых, грязное все. Руки потом вообще будут черные. Винтажная. Винтажная. Чехословакия. Вот такие очень популярные. Их собирают такие чашки. Коллекционеры. Они стоят где-то по 100-200 крон. Вот симпатичная. Говорю, не люблю стекол. Ну, а сама тянется руками. Красиво же. Красиво. Но мне не надо. Велерой и бог. Красиво. Ну, и современное. Так, а тут какой-то целый там сервиз. Что это такое сделано в Чехословакии. Клейму не знаю. Но видно, что он какой-то такой не очень молодой. Вот тоже посмотрите, какая ножка. Красота. Китайский целый сервиз. Цвет, главное, такой красивый. Сделано в Китае. Вот какая-то сувенирная тарелка. Вот куда-то из Греции, наверное. Это что-то винтажное, вручную расписанное. И пиак Чехословакия. Ммм, какие красивые открытки. У меня, кстати, одна открытка такого автора есть. Без давEN Чехословакия, мама же покрасил ее. Такие рисунки красивые. Ну, каково? Можно только ради рисунка купить, да? Значки. Какой-то старый он сфотографией. Это клетка для птички. Наверное настоящая клетка? Какие-то конверты. Так и не отправлены в конверты. Там было не в окне. Там было не в окне. Это индийская вазочка. Страшно. Какой-то цвет неприятный. Чего тут только нет. Старые коробочки полные, значков. Кто-то ведь собирает это все, да? Вы собираете значки? А это, наверное, подсвечник или что-то такое? С такой штукой. Я думала, что это разбито. А это, похоже, специально сделано. Духи. Вот что-то старенькое, тяжеленькое. Кукла на заварочный чайник, наверное. Тут еще один. Ведь когда-то это такое было совсем недавно. Вот елочные игрушки, но, к сожалению, они многие разбиты. Видно, в не очень хорошем состоянии. Это кофемолка старенькая. Целый набор клипс. Телый набор клипс. Телый набор клипс. Телый набор клипс. Это, кстати, очень удобные банки для хранения. Специи какие-то, видимо, нет даже. Кукла. А вот пластинка Жванецкого. Мелодия СССР. И вот еще мелодия. Но не перегвадзе. Какая интересная штука. Как такое носить. Какой портфель ученический. Мне кажется, когда я начала в школу ходить такие были. Вот это я уже видела. И уже прошло много времени. Все еще продается. А вот это, если мне не изменяет память, Эггерман. Очень красивая работа. Очень красивая. Это Мэйсон. По-моему, 3000 стоит. Тоже до сих пор продается. Ага. Так. Это что-то чешское. Нет? Нет. Германия. Красивое блюдо. А это Розенталь. Да? Розенталь. Ну, это уже современное. А вот старые кружева. Кто шьет винтажные всякие вещи, может тут что-то себе прикупить. А это чтобы штопать, да? Грибок. Там еще все коварозное. Тут ниток полно. Тоже какие-то кружева. В общем, здесь надо рыться, рыться, рыться. Очень много всяких компонентов. Если меня смотрит кто-то из Чехии, кому-то надо что-то отремонтировать, то беги. Бегите на прожскую барахулку. Тут вы обязательно что-нибудь найдете. Кстати, какая киса классная. Вот что я нашла. Сейчас я узнаю, сколько это стоит. И вот это, не знаю, зачем мне нужно. Наверное, мне это вообще не нужно. Или нужно? Квароль. Или как там сорока. Вижу все блестящее. И тащу. Какой попугай. Так, пойду еще там по лазеру. И, наверное, надо бежать домой. Вообще сегодня так неплохо можно покопаться и что-то себе найти интересное. Поехали. 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 Ты дозорный? Да. Ты смотришь тут за всеми, чтобы порядок был? Говорю нет, не смотришь? Тебе это уже наскучило? Ну что, кушать хочется? Скажи, кушать хочешь? Хочешь, хочешь. Ну, пойдем кушать. В этот раз на барахолке можно было найти какие-то интересные вещи. Мне попалась вот такая кружка. Это розенталь с таким прелестным цветочным рисунком. Что за цветы, я не знаю. Если вы знаете, пишите в комментариях, подскажите. Уже когда я приехала домой, видела вот этот небольшой дефект. Скол на листочке. Ну, что поделать. Зато она мне очень нравится. Я вообще люблю маленькие кофейные чашечки. Или как их здесь называют, мокко-чашки. Посмотрите, какая она чудная, миниатюрная. Вот если на руке, так она просто крохотная. Она стояла вместе с вот этим блюдцем. Блюдце тоже розенталь, но, к сожалению, не от чашки. Потому что рисунок совершенно другой. Они немножечко подходят друг к другу по цвету. Ну, в общем, я это блюдце тоже забрала. Теперь они вот так выглядят. Ну, и, конечно, гвоздь программы, ради чего я ездила на барахолку. Я ездила ради вот этой брошки. Всех благодарю за комментарии. Я была очень тронута тем, что вы мне советовали или вставить один кристалл, или вставить жемчужину и так далее. Кто не знает, как бы предыстория. Я купила брошку, но она, к сожалению, оказалась без центрального кристалла. И продавец говорил, что вроде у него есть, но где он там не нашел. Вот, в общем, я ее все равно забрала, потому что она стоила совсем-совсем каких-то небольших денег. Вот, и я надеялась со временем найти для нее кристалл. Потом я про нее подзабыла. А тут как-то ездила в антикварную лавку, и там вот увидела много разных кристаллов и купила вот такой. Точнее, даже не купила, мне его подарили. Вот, и посмотрите, он по размеру подходит, но видите, как он не подходит по цвету. Такой вот он, как бы сильно выбивающийся. И я поехала на барахолку, чтобы в конце концов иметь совесть и найти подходящий кристалл и отремонтировать эту брошку. И вуаля, вот он красавчик нашелся. Он идеально подходит по размеру. Вот так это будет выглядеть. Вам поближе покажу. Красота ведь. Ну, я его, конечно, вставлю. Я просто хотела вам показать. Я купила еще другого цвета, тоже кристаллы. Они меньшего размера. Просто мне было интересно, что бы можно было сюда еще добавить. Например, вот если розовый цвет. Вот мне кажется, что, в общем-то, выглядит даже и неплохо. Но этот кристалл меньшего размера. Были там еще кристаллы с покрытием Aurora Borealis. Ну, и такой вот винного цвета кристалл. Мне кажется, что тоже было бы неплохо. Причем, когда я вот этот голубой кристалл нашла, там были подходящего размера винного цвета. Но как-то я не стала тут брать. Идеальным является, конечно, оригинальный кристалл. Он еще имеет сзади вот такое покрытие, чего нету голубого кристалла, кстати. Если уж фантазировать, я еще там купила вот такие какие-то элементы, видимо, от украшений. Можно было бы ее модернизировать и поставить, например, вот такую деталь. Но я не буду это делать. Я поставлю все-таки оригинальный кристалл. Вообще, там очень много разных кристаллов продается для ремонта украшений. И я нашла вот для такой брошечки тоже, если присмотреться, тут есть вот этот маленький кристальчик утерян. Я даже сейчас не вижу, где. Я смотрела это через увеличительное стекло. Но, в общем, его тут где-то в каком-то месте нет. И там я нашла и для этой брошки тоже кристалл. Не буду его показывать просто, потому что он очень маленький. И я его боюсь даже потерять. А брошечка старая. Видите, какой у нее еще замочек. Вот. И мне она тоже очень нравится. У нее очень нежного цвета. Такого аметистового кристалла. Очень симпатичная. Но тоже ее отремонтирую. Будет красоткой. Так что, если вы живете в Праге, например, и вам надо что-то отремонтировать, то я рекомендую съездить на пражскую барахолку, потому что там у продавца реально нереальный выбор разных компонентов. Для ремонта бижутерии. Ну вот я уже вставила кристалл. Пришлось там еще немножко поправить крепления, потому что они были выгнуты. Ну вот так вот это получилось. Вот такая вот она красавица брошка. Благодарю вас за внимание. Еще раз хочу поблагодарить за комментарии, за все ваши советы. Я все комментарии читаю. Спасибо вам большое. И до новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну или дизлайки, если вам не понравилось. И до новых встреч. Новых видео.